Всем привет, меня зовут Дмитрий Лукин, и сегодня я постараюсь вас максимально оперативно и быстро, а самое главное информативно, познакомить вот с этой вот новинкой от компании MSI, которая называется MSI Vortex. Это маленький, максимально компактный, можно сказать, системный блок, который показывает действительно сумасшедшую производительность. Ну а детали вы сейчас узнаете. И знали бы вы, в какие кратчайшие сроки записывается это видео. Ну, самое важное, что в моих руках оказался этот, замечу, инженерный сэмпл, который мы сегодня постараемся максимально быстро и оперативно изучить. Давайте это сделаем. Нужно заметить тот факт, что это инженерный сэмпл. Многие из вас, кто смотрит мои материалы, знают, что сэмпл – это то, что мы получаем в представительстве как предпродажные образцы. Они бывают инженерные, то есть могут присутствовать какие-то мелкие баги, они бывают маркетинговые. Это уже, скажем так, полноценные экземпляры, которые показывают в полной мере то, что попадает в масс-продакшн. Масс-продакшн – это когда уже устройство поставляется в продажу. Вот сегодня в моих руках оказался именно инженерный сэмпл. Но что самое интересное, этот инженерный сэмпл показывает великолепную производительность. И я скажу чистую правду, я не нашел практически ни единого бага, который присутствовал бы в этом экземпляре. Почему я говорю «практически»? Ну, я не могу гарантировать тот факт, что я его изучил в полном объеме сверху донизу, потому что времени было не так-то много на его изучение. Но нужно заметить отдельной строкой тот факт, что меня крайне трудно чем-то удивить и приятно порадовать, потому что я слишком хорошо умею искать баги. Но этот экземпляр меня очень сильно порадовал теми возможностями, которые он демонстрирует. Причем я говорю это достаточно мягко. И минимально эмоционально, по факту же, это действительно что-то сумасшедшее. Здесь есть только один в определенной степени, ну, кто-то будет называть это минусом. Я это называю минусом, так оно быстрее. Я думаю, что многие из вас догадались, о чем я веду разговор. Это цена этого продукта. И этот продукт будет покупаться, и мы прекрасно понимаем, какой целевая аудитория. Те, кто имеют на это финансы, те, кого не коснулся кризис, который сейчас задел всех. Но эта штука чертовски интересна. И давайте сейчас с вами и узнаем, чем же она так интересна. Я предлагаю начать знакомство с этой моделью с основных трех, ну, я бы сказал так, селс-пойнтов, как я это обычно на тренингах говорю. И это следующее. Максимально компактные габариты и вес. Минимальный, практически, объем в 6,5 литров. И максимальный уровень производительности, который только могли взять и запихнуть в этот минимальный объем наши инженеры. Начну я немножечко издалека. Дизайн. Я бы хотел сказать следующее, что устройство выглядит вот таким вот образом. Я сейчас не буду затрачивать усилия на его демонстрацию, потому что традиционно в конце этого видеоматериала вам будут доступны материалы, ну, я бы их называю анбоксингом. По факту здесь я делал распаковку устройства, которое, как я уже сказал, является инженерным сэмплом. Оно не обладает правильной коробкой. Коробка всего лишь белого цвета. Но там вы в деталях сможете рассмотреть все устройство. Более того, я там сделал небольшой, так сказать, апгрейд. Ну, я его не проводил. Я сделал всего лишь небольшую разборку этого устройства. Поэтому там вы сможете кинуть взгляд и в том числе внутрь устройства. И в конце этого видео я в том числе тоже расскажу вам и об этом. Так вот, с точки зрения дизайна, лично мне эта штука очень нравится. Да, кто-то его называет ведром, кто-то его сравнивает с огрызочным устройством. Я тоже так думаю, что огрызочное устройство послужило прародителем, в том числе для этого продукта. С одной стороны, это не есть хорошо. С другой стороны, ну, как бы, если взять достаточно интересную идею, обронить ее в правильный дизайн и в правильное железо, то почему бы и нет? Соответственно, наши инженеры взяли Z-170-ю мать, разложили на три, я бы даже сказал, на четыре компоненты, поставили это все внутрь вот этого корпуса, соединили эти три либо четыре куска материнской платы шлейфами, которые должны соединять необходимые части внутри этой матери, и заставили работать. Причем работает эта штука максимально эффективно. Но опять же, забегу я далеко вперед и скажу, что на моем столе стоит достаточно крутой системный блок, стоимостью, равнозначной стоимости вот этого ведра. При всем при этом, производительности идентичны с точки зрения как дисковой системы хранения данных, так и с точки зрения производительности. Да, в стационарном компьютере мы с вами вольны сделать систему охлаждения любую, какую только хотим. Да, мы можем сделать с вами правильную систему хранения данных. Правильная это значит сконфигурированная так, как нужно нам. Это любое практически количество 3,5-дюймовых дисков ограничивается только физическими возможностями вашего корпуса и возможностями по подсоединению к материнской плате. Но для этого опять же никто не мешает, как опять же это сделано у меня купить отдельный RAID-контроллер и использовать его. Этого здесь нет. Но вы просто себе представьте, в 4-килограммовом корпусе собрать и сделать производительность, которая на уровне 3DMark 2011-го выдает 20-21 тысячу попугавь. По моим тестам получилось, вы увидите эти результаты. Те, кто смотрит не только видео, а описание под видео, вы знаете, что там традиционно идут ссылки на фотографии единым архивом. И там вы можете посмотреть в том числе и сам процесс анбоксинга в 4К разрешении, либо в 3К, я уже не помню, в каком я его оцифровал. Вы сможете посмотреть результаты тестов, и там вы увидите, что мои результаты показали 20 тысяч, там, 500 с чем-то попугаев. Тесты штаб-квартиры выдают 21. Я не знаю, при каких условиях штаб-квартира делала тесты. Мои тесты были сделаны на штатной базовой частоте в 4 ГГц. При всем при том, что здесь внутри стоит камень 6700K, а седьмой, разумеется, это десктопный сменный камень, то он, соответственно, как вы понимаете, обладает разлоченным множителем, и его можно разгонять. Скажу более того, что я в полном восхищении от того, что увидел, и вы это увидите на фотографиях, когда разобрал эту штуку, количество радиаторов, которые установлены внутри. Так вот, когда мы запускаем AIDA64 на максимальный тест и касаемся здесь руками, это все остается прохладным, потому что весь горячий воздух выводится вот сюда. Да, здесь стоит уникальный кулер, который, ну, я бы, если бы определял маркетинг в этой компании, назвал бы Silent Storm, то есть тихий шторм. Мои же коллеги назвали это Exclusive Storm Cooling Technology, то есть эксклюзивная, ну, шторм в данном случае технологии охлаждения. Вот с точки зрения маркетинга я еще раз хочу сказать, что Silent Storm звучит гораздо круче, но, к сожалению, не я определяю маркетинг здесь. А в целом это действительно одно из интересных, уникальных решений, которое собрано под корпусом этого решения. Вот он находится здесь, такая большая, как я бы так сказал, турбина, которая выдает горячий воздух наверх. И работает она действительно максимально тихо. Это одна из вот неинтереснейших фишек этого продукта. Когда он работает в режиме Idle Mode, как это называется, режим простой, если так можно сказать. Вот вы загрузили операционную систему, на фоне там, может быть, что-то и работает, но практически ничего этого, скажем так, нет. И вы слушаете, мои коллеги заявили цифры 22 дБ, 28 дБ и 37. 22 дБ они заявили на Idle Mode, 28 они заявили на Office Mode, то есть офисной эксплуатации, и 37 Full Loading, то есть максимальная загрузка. Я не знаю, как мерят они. Вы знаете, у меня наконец-то появился прибор, я купил. Вот это вот игрушка. Я прям даже сейчас ее здесь оставлю, чтобы она настояла. Которая позволяет измерять уровень шума. У меня здесь уровень шума, ну вот давайте я сейчас пока буду говорить, его включу. Вот сейчас замолчу, посмотрим, что покажут цифры. Будем реалистами. По спецификации этого продукта, вот этого красненького шумомера, он не может показать уровень шума в теории меньше, чем 30 дБ. Я это называю уровнем шума в этой комнате. При всем при этом у нас в тот момент, когда я молчал, могу слышать, что действительно тишина. И я абсолютно искренне считаю эту комнату действительно тихой. Так вот, вы сейчас сами убедитесь в том, насколько будет шумно, либо не шумно работает наша система. Давайте мы ее с вами включим. Кнопка включения у нас находится вот здесь. Вот она. Я замолчу и, соответственно, включу. И мы с вами, и вы услышите, с учетом того, что у меня ставят студийные микрофоны, именно сами. Как это работает? Вот на самом деле, я сейчас, когда записываю это видео, я слышу, как даже едет лифт, который находится там в метрах в 50 от этой комнаты, но, к сожалению, это особенность моих ушей. А студийные микрофоны берут эти звуки гораздо лучше. Будем надеяться, что... Вот сейчас вот он затих. Включаю. Уровень шума на данный момент времени на этапе загрузки был 31-32 дБ. Поэтому я не знаю, откуда взялись 22. Это, в принципе, просто, я считаю, Unreal. Но даже эти 31-32, это просто, вот честно скажу, ни о чем. Работая в тихой комнате, вы его ощущать не будете. Вот сейчас вот все более-менее устаканилось. Опять замолчу. Посмотрим уровень шума. Я надеюсь, вы мне доверяете. Ну вот рисуется на уровне 31,5 дБ А. Это вот система измерения, которая присутствует, как, скажем так, у человека есть несколько схем замерения. Причем вы видите дистанцию от микрофона до девайса практически так, как если бы мы сидели с вами работали. Хотя, по факту, я думаю, что он будет располагаться чуть дальше от вас. Поэтому, еще раз говорю, вы его практически не ощутите. С точки зрения максимальной нагрузки, я надеюсь, вы мне поверите, я сейчас не буду запускать, я удалил уже все, потому что мне надо сейчас после записи этого видео максимально быстро отдать эту машину на уже тестирование. Она пойдет по рукам, как мы это называем. Так вот, в режиме максимальной нагрузки получалось следующим образом. Вот при именно абсолютно такой же схеме использования, хотя нет, вы знаете, я думаю, что я все-таки сейчас сбегаю за флешкой, принесу, и мы с вами запустим AIDA64 под максимальной нагрузкой. И вы сами увидите, что максимальный уровень шума будет упираться, если мне не изменяет память, порядка где-то в 50 дБ. Ну, вот сейчас мы с вами это дело увидим. Что я сейчас делаю? Я сейчас беру жесткий диск, подключаю его к нашей системе MSI Vortex. И сделаем мы следующее. Мы запускаем доступ к нашему диску. Вот я сейчас опять же это сделаю так, чтобы вы видели. Мы берем наш измерительный прибор, включаем, потому что он уходит в режим сна. Так, заходим в раздел Software, идем в раздел Теста, идем в AIDA64. Запускаем непосредственно сам файл AIDA64. Это закрываем. И идем в раздел Тесты. Вот он. Значит, сейчас мы запустим его. И включаем все галки здесь. И нажимаем кнопочку Старт. Что сейчас происходит? Сейчас машина начинает работать в режиме... Давайте на весь экран сделаем просто. Вот таким вот образом. Работает в режиме максимальной нагрузки. Я сейчас замолчу, чтобы вы послушали. Вы слышите. Сейчас нарастает шум, потому что пошла максимально возможная нагрузка на эту систему. То есть, мы сейчас загрузили проц, операции с плавающей точкой, кэш, системную память, локальные диски, GPU. Это самый жесткий тест, который я знаю. Обычно после пяти минут работы на нем валится практически все, и процессоры уходят троттлинг. Так вот, могу сказать тот факт, что эта машина... Я 20 с лишним минут гонял ее на максимальной нагрузке и в троттлинг при штатной частоте 4 ГГц машина не валится. Это значит, что очень грамотно все сделано. Так вот, опять же, замолкаю, чтобы посмотреть, какие параметры показывает уровень шума. Вот сейчас у меня получается 52 дБ вот на достаточно близком расстоянии. И у нас с вами получается действительно идет максимальная нагрузка. Больше, в принципе, по уровню шума она и не будет шуметь. Это максимально, на что она способна. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 смогли поместить. Как я уже сказал, внутри этого продукта, который называется MSI Vortex, находится Z170-я мать, которая разделена на несколько частей, которые соединяются шлейфами. Там же находится сменный i7-6700 кей-процессор, который обладает разлученным множителем, соответственно, вы можете заниматься оверкотингом. Там находится место под 4 модуля памяти, и в данном конкретном сэмпле как раз здесь и стоит объем 32 гигабайта, 4 плашки по 8. Что нужно сказать еще? Одна из интереснейших фишек этой модели заключается в том, что здесь находится SLI-графика, которая представлена опять же, может быть, либо двумя 980-ми, десктопными, замечу вам, либо двумя 960-ми десктопными в форм-факторе MXM, то есть это сменные модули. И в зависимости от этого модель будет называться либо 6QF, либо 6QD. Вот два SQ, две конфигурации, которые доступны на данный момент времени. Конечно же, с точки зрения системы хранения данных, она здесь представлена системой, которая называется Super Raid 4. Те, кто внимательно смотрит материалы про ноутбуки, знают, что Super Raid 4 это система хранения самого последнего поколения, которая позволяет получить максимально скорострельную систему хранения данных с максимальным объемом. Достигается это благодаря тому, что мы используем два твердотельных накопителя плюс жесткий диск. Два твердотельных накопителя работают в режиме RAID 0, когда емкость суммируется, скорость увеличивается, а на жестком диске у нас с вами хранятся тяжелые данные. А на RAID-овский массив из двух твердотельных накопителей мы ставим с вами операционную систему и приложение. И самое важное, что каждый твердотельный модуль представлен элементом, который правильно называется M.2. Это форм-фактор PCI-Express третьего поколения X4, то есть задействуются четыре линии PCI-Express с поддержкой технологии NVM-Express. Один такой модуль позволяет получать скорости до 2,2 ГБ в секунду. Когда же мы берем два таких модуля и объединяем в RAID 0, мы можем получить скорости до 3,3. Вот на этом экземпляре у меня, по-моему, получалось где-то на уровне 3 ГБ в секунду. Опять же, вы это сможете увидеть на результатах тестирования в скринах, которые я приложу. Поэтому с точки зрения вот скорострельности эта машина действительно обладает уникальными возможностями. Надо заметить еще и тот факт, что питается это все встроенным блоком питания. То есть, если вот взять и приподнять эту штуку, опять же, на фотографиях будет видно, мы в нее воткнули просто кабель питания. И этот кабель питания просто включается в 220 и не более того. И внутри находится то, что я видел, чифтековский блок питания мощностью 450 Вт. Нужно заметить этот факт, что на задней стенке этого устройства находится достаточно большое количество коннекторов. Опять же, это можно будет увидеть на фотографиях. Может быть, даже при монтаже видео я подложу эту фотку. Так вот, там у нас мы найдем два HDMI, два мини-дисплея порта, два Thunderbolt 3, которые действительно позволяют их использовать с соответствующими переходниками либо как дата-каналы, либо как каналы для передачи видео, либо в том числе для ускоренной зарядки ваших гаджетов. И самое интересное, что к этой машине можно подключить, вы знаете, у нас есть технологии Matrix Display, если вы помните ее определение, которое я неоднократно уже говорил. Опять же, тайваньцы используют немножечко иное, пока мое определение работает на всех устройствах. Звучит ли оно следующим образом? Сколько видеоконнекторов? Вы видите, столько мониторов вы можете подключить к вашему устройству. В данном случае я озвучил 6 коннекторов, поэтому к этому устройству под названием MSI Vortex мы с вами можем подключить 6 внешних мониторов, каждый из которых будет работать как независимый, как это по-английски называется, Independent устройство. Но самое интересное, что эта штука также поддерживает NVIDIA Surround. Из схемы здесь будет 3 стандартных наших монитора. Правда, она может быть еще и 3 плюс 1. К сожалению, я не проверял этого, и здесь я постараюсь поверить той информацией, которую я получил от своих тайваньских коллег. Значит, как они написали, 3 плюс 1 это примерно та же самая схема, которая работает так же, как и на GT72 втором ноутбуке, когда 3 монитора работают как один, назовем так, виртуальный экран, а один работает отдельно в режиме Extended, то есть он является отдельным, независимым десктопом, что удобно для какого-то мониторинга, для любых ваших задач, которые вы хотели бы решать. Это действительно очень интересная фишка. Ну и, конечно же, нельзя не отметить тот факт, что, как и на любом игровом устройстве, под капотом этого девайса скрываются несколько технологий с названием Killer. Причем здесь у нас находятся два сетевых адаптера. Опять же, это хорошо будет видно на фотографиях, которые вы сможете посмотреть чуть позже. И это значит, что мы можем подключиться к двум сеткам одновременно, либо, например, к одной сетке подключить к какой-нибудь там внешней, на Storage прям прямым коннектом. Плюс ко всему, здесь есть Killer Wireless AC1535. Я надеюсь, что на масс-продакшене так оно и будет. Также есть микросхема Killer Shoot, которая, как заявляют мои коллеги, занимается сглаживанием трафика. Это единственное, что я не могу объяснить, потому что я не понимаю физики этого процесса. Но я говорю так, как об этом говорят мои тайваньские коллеги. И здесь мои тайваньские друзья вводят еще один новый термин, который называется Killer Double Shot. X3 Pro. Это возможность, как опять же написано в наших маркетинговых материалах, объединить все каналы, которые только у нас есть. Два сетевых и Wireless для того, чтобы передавать данные. Опять же, я этого не пробовал. Мне хватает обычно одного канала для решения всех моих задач. Поэтому вот не удивляйтесь. Еще раз хочу сказать, что Killer Double Shot X3 Pro означает тот факт, что мы можем объединить вместе два гигабитных Ethernet плюс Killer Wireless. И это все назвать новым, красивым таким термином, который я уже назвал дважды. Вот. Ну и с точки зрения того, что я еще вам не сказал, сейчас я посмотрю свои записи, надо вот еще о чем сказать, что здесь у нас с вами есть Dragon Center. Вы знаете, опять же, что на каждом нашем игровом ноутбуке идет утилита, которая называется Dragon Gaming Center. Это действительно очень полезная утилита, которая позволяет заниматься мониторингом происходящего в вашем устройстве. Здесь ее назвали просто Dragon Center. Она имеет большое количество закладок. Я очень оперативно записал видео по этому материалу, по этому программному обеспечению. Поэтому вы это увидите. Я подложу это под свое выступление, либо это сделаю отдельно. И есть Dragon Dashboard. Это отдельная утилита, которая скачивается на смартфон, которая позволяет также со смартфона мониторить то, что происходит с вашим гаджетом. Я не знаю, кому это может понадобиться, но это один из определенных трендов, которые действуют на рынке. Если вы внимательно следите за рынком компонент, например, то вы знаете, что некоторые производители, выпускающие блоки питания, в том числе, также выпускают приложения на смартфоны, которые позволяют мониторить, что же происходит в вашем блоке питания. Причем самое интересное, мне это по приколу, мне это нравится, потому что всегда хочется именно заниматься мониторингом в вашей железке, чтобы знать, когда что-то пойдет не так. И эти приложения как раз и позволяют это сделать. Ну и дабы поставить жирную точку, надо еще сказать, что разумеется, эта железка, эта игрушка в апострофах будет бендлиться, то есть укомплектовываться эксплит геймкастером лицензии. И здесь, разумеется, есть звук, есть на химик, это наш аудио DSP. Но единственное, что отлично меня удивило, что мне очень нравится то, что наши коллеги сделали на GT, на GS сериях, это то, что мы называем хай-фай звуком. И я был, к сожалению, единственное, неприятно поражен тем фактом, что хай-фай звука в этой игрушке, я ко всем этим гаджетам отношусь как к игрушкам, нету. Вот, не знаю, почему это так, но будем надеяться, что, скажем так, проблемой ни для кого это не станет. Ну, я уверен, что звуком вы все равно в любом случае останетесь довольны. И пару слов нужно обязательно отметить про апгрейд. С точки зрения апгрейда здесь все, поверьте мне, элементарно просто. У нас на задней стенке есть два винта здесь, два винта здесь, два винта здесь. Правда, будьте готовы к тому, что если захотите их отвернуть, там используется, я не помню, как правильно называется этот стандарт, там вот, типа, как бы такой, как же это сказать по-русски, есть специальный термин, ну, в общем, если когда-то вам придется туда лезть, вы увидите, что там многошлицевая такая, такой винт, благо, что у меня есть в запасе практически любой ассортимент насадок, я открутил, и снимается все очень просто. Вы удаляете шесть винтов, снимаете сначала вот эту крышку, хотя, по большому счету, принципиальной разницы нет, в каком порядке вы будете снимать. Снимаете вот эту крышку, они вот как бы сегментами, вот он раз сегмент, вот он два сегмента, так вот, когда вы разберете устройство, с точки зрения апгрейда, есть одна не очень приятная особенность, для меня, с моей точки зрения, вот, это устройство действительно очень высокоинтегрированное. Высокоинтегрированное означает тот факт, что, к сожалению, инженерам пришлось потратить очень много и людских, и временных, и, разумеется, финансовых ресурсов для разработки подобного дизайна, и поэтому чем-то, в определенной степени, всегда приходится жертвовать. Так вот, в правилах гарантийной политики, примитивной к этому устройству, насколько мне известно, будет прописано следующее. С точки зрения апгрейда, да, вы можете сделать ту процедуру, которую я назвал, снять раз крышку, два крышку, три крышку, но ничего больше разбирать нельзя. И, если вы это сделаете, вам будет доступен апгрейд четырех модулей памяти, жесткого диска, это все достаточно легко съемное, и только одного модуля SSD. Если вы помните, я сказал, что здесь стоит в данный момент времени система Super A4. С одной стороны, в принципе, если вы покупаете топовую комплектацию, вам этот апгрейд и не понадобится, по большей части. С другой стороны, через сервисный центр можно заменить все, что угодно. По факту, опять же, на фотках это будет видно, даже я не рискнул разбирать эту штуку дальше, потому что там очень сложно, и для того, чтобы это делать, надо иметь на руках документ, который называется SOP, для того, чтобы понять, какой винтик в какой последовательности, какие шлейфы. поэтому, с точки зрения дальнейшего апгрейда, если вы захотите сделать апгрейд графики либо еще чего-то, кроме памяти одного жесткого диска и одного SSD, то вам придется обращаться в сервисный центр, иначе вы рискуете потерять гарантию. Я бы сказал так, не рискуйте, а вы ее потеряете, если вы захотите это делать сами. Во всем же остальном, я еще раз хочу сказать, что это идеально, на мой взгляд, скомпонованная железка, которая весит, обратите внимание, я поднимаю легко, по заявлению моих тайвенских коллег, весит на 4 килограмма. Я, честно говоря, даже и не замерял ее, потому что это очень похоже на правду. И что самое интересное, несмотря на тот факт, что я хотел сейчас сказать такую отмазку, что я не буду ее носить с собой, зачем мне измерять ее вес? С другой стороны, вообще никаких проблем нету в том, чтобы взять ее с собой куда-то, если вам это необходимо. Те, кто внимательно следят за моими материалами, знают еще о том факте, что я довольно-таки часто выкладываю более даже полезные материалы, чем я делюсь на видео, в социальных сетях, на Вике, на Фейсбуке, я это выкладываю у себя в профиле, иногда делюсь этим у нас в группе в MSI Russia. Поэтому, если хотите знать больше деталей, я рекомендую просто не подписаться, стать фолловерами, как это называется, красиво. И там вы будете знать больше. Так вот, хочу сказать следующее, что там, когда я выложил две новости по поводу вот этой вот игрушки, были комментарии следующего плана, что вот эта вот штука, которая, как, скажем так, елка будет блестеть всеми огнями, на самом деле это все неправда. По большому счету, вот, взял и отключил я эту елку. Вы видите, сейчас ни один индикатор у нас с вами не горит. Если я сейчас сделаю Normal режим, как он называется, то у нас с вами они, вот видите, горят. Если я сделаю Breeze, Breathing, то, соответственно, она будет затухать и погасать. Rainbow. Соответственно, когда у нас будет с вами она разными, скажем, режимами может работать. Вы видите, да, то есть у нее меняется цвет, и это вот то, что называется Rainbow. Причем у нас есть с вами пять зон кастомизации. Я сейчас что сделаю? Я сейчас уберу вот эту штуку и поверну монитор. Сейчас посмотрим, будет видно. Вот, вы видите, то есть я использую наше с вами приложение, которое называется Dragon Center, и здесь у нас есть режим Normal, режим Breathing, режим Rainbow, режим Fleshing. Ну, Fleshing не так интересен, мне больше всего нравится Rainbow либо Breathing. И у нас есть пять зон кастомизации. Например, верхнюю зону горит красным, давайте мы ее сделаем зеленым. Кнопка питания, давайте мы ее сделаем, ну, ради интереса какой, ну, пускай будет желтая. Фронтальная, так, пускай она будет голубая, сзади то, что вы сейчас не видите, ну, пускай будет синим. Вот они по краям, вот здесь вот. Поэтому, вы видите, что это все кастомизируется, и кому это не нравится, ну, как бы никаких проблем нету, вы всегда можете это взять, сделать офф, и она гореть не будет. Но, опять же, скажу абсолютно искренне и честно, что то, как это реализована система подсветки, мне чертовски нравится. Единственное, что, опять же, мне не очень приятно поразило, я ожидал увидеть, что наш логотип, как мы объясняем, что он только на двух бюджетных моделях, на ноутбуках, имеется в виду, на Jelen GP, не подсвечивается. Вот и здесь он почему-то сделан без подсветки. Ну, как бы, в принципе, еще раз говорю, ничего страшного здесь я не вижу, но факт остается фактом, подсветки логотипа в данный момент времени не реализована. Вот. Ну, и по большому счету, в принципе, все, что я хотел сказать. Дальше вы сможете увидеть, так скажем, анбоксинг этой модели, и я еще, быть может, доставлю какие-то видео либо в сам материал, то есть, может быть, вы уже их увидели, либо я это сделаю в конце, просто с соответствующими комментариями, наложу музыку, и вы сможете посмотреть какие-то фишки этой модели просто вот живую. И самый важный, конечно же, BIOS. Я сюда включу, чтобы вы могли глянуть, каким образом представлен BIOS. Я теперь купил Авермедиовское устройство, которое позволяет мне решать в том числе эти вопросы. Правда, к сожалению, не применительно к ноутбукам, а применительно к десктопным решениям. Перед нами как раз именно десктопный продукт, и это действительно чертовски классная штука, но вот, к сожалению, ценник у нее высокий. Но здесь я могу только в качестве оправдания со стороны сотрудника компании MSI сказать слоган, который я очень люблю, от компании Stellar 2 Perfection Hazard's Price совершенство имеет свою цену. И за все, к сожалению, приходится платить. Но эта штука обладает действительно сумасшедшей производительностью, она работает очень тихо, и всем, кто купит, я уверен, что эта штука очень понравится ей. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok